Новые беговые дорожки, футбольное поле с системой обогрева и современный тренажерный комплекс под открытым небом для горожан. Реконструкция стадиона «Москвич» завершена. Подробности у Никиты Панина. «Давай! Давай! 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 Давай!» Открытию обновленного стадиона радуются и дети, и взрослые. Кто-то пришел поболеть за друзей и родных, кто-то опробовать реконструированные объекты на себе. «Соскучился, по-моему, я скучал, уже давно не бегал. В принципе, приятно, что его за мной открыли». Приятнее всего, конечно, любителям легкой атлетики и скандинавской ходьбы. Долгожданные беговые дорожки уже доступны для всех желающих. Всего дорожек шесть, три круговых по периметру поля и еще три прямых стометровки. Огромным спросом среди спортсменов в день торжественного открытия обновленного стадиона пользовались все. «Мы, видите, как держим форму, нам нельзя расслабляться. Очень хорошо, очень хорошо. Такие удобные дорожки». «Здесь мягкая, ходишь и ногам лучше». «Ну, хорошая покрытие, я думаю, лучше, чем асфальт здесь, мягче падать». «Замечательно! Большое спасибо! Смотрите, какой стадион хороший. Дети наши. К сожалению, мои внуки сегодня, они не здесь переживут. А то ходил бы на футбол. Я бы здесь бегала бы, а он на футболе бы играл». У футболистов сегодня отдельный повод для радости. Ведь монтаж искусственного газона с системой подогрева, рассчитанный на температуры до минус 15 градусов, также завершен. Теперь играть в любимую игру можно круглый год на вечно зеленой траве. Чтобы открытие обновленного москвича не стало только символическим событием, в честь завершения реконструкции здесь провели футбольный матч, тренировку по скандинавской ходьбе и легкоатлетическую эстафету. В составе команды ветеранов спорта участие в эстафете принял даже глава городского округа Евгений Смышляев, проверив, что называется, на практике качество и удобство новых дорожек. Свою часть дистанции преодолел с заметным отрывом от соперника – участника молодежной команды. Однако по итогам забега юные лобнинцы все-таки оказались быстрее. Ну, молодежь всегда должна побеждать за молодежью и будущее. Сейчас вот как раз идет за нами матч молодежь-ветераны по футболу. Пробежали сейчас команды молодежи и ветеранов. И самое главное не победа, кто победит, а самое главное, что сегодня здесь, на стадионе, на обновленном, вышли на старт бок о бок и ветераны, и молодежь. Неожиданным сюрпризом как для начинающих спортсменов, так и для уже опытных любителей спорта в этот день стало еще одно открытие – тренажерные площадки. Восемь современных профессиональных уличных тренажеров, предназначенных для развития всех групп мышц, устойчивых к любым погодным условиям, доступны для всех желающих в часы работы стадиона. Таких тренажеров мало где есть по Московской области. Силовые, в принципе, на них действительно можно заниматься, ну не скажу, что может быть профессиональным бодибилдингом, но какие-то физические достаточные нагрузки, достаточно сильные на них, да, можно выполнять. Ну, как в простонародье говорят, можно подкачаться на улице, то есть не обязательно в зал идти в хорошую погоду, запросто здесь можно заниматься и даже тяжелой атлетикой. Тренажеры очень современные, они позволяют прокачать и ноги, и руки, и пресс, и спину, то есть даже спортсмены-профессионалы могут здесь полноценно заниматься. То есть мы видим, как стадион «Москвич» превращается в многофункциональную спортивную площадку. По замыслу городских властей, в рамках реализации муниципальных и областных программ спорт самых разных направлений должен быть доступен не только на таких комплексных объектах, как стадион «Москвич», но и в каждом Лобнинском дворе. И эта работа уже ведется. На следующий год хотим продолжить программу, которую мы уже проводим последние годы, это модернизация или строительство новых спортивных площадок в наших дворах. Это очень востребованная программа, потому что вот есть стадион, на одном из которых мы находимся, есть дворец спорта, есть фок, ну то есть спортивные объекты. Но очень важно заниматься спортом не только на объектах спортивных, но и в своем дворе недалеко от дома. Впрочем, развитие главного стадиона Лобнин также будет продолжено. В ближайших планах приобретение спецтехники для более эффективной уборки снега с его территории недавно были сделаны последние штрихи в строительстве площадки для пляжного волейбола, который откроется весной. В будущем здесь также может появиться дополнительная площадка для воркаута или одного из игровых видов спорта.